Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайфа. Сегодня мы приехали в гости к Ярославне Баткаловой, руководителю садового центра «Зеленая станция Бронко». Здравствуйте, Ярославна. Здравствуйте, Андрей. Я рада вас видеть в своем саду. Я надеюсь, что вы проведете нам небольшую экскурсию и расскажете по поводу растений, которые у вас живут. У вас замечательные хвойные. Наши зрители интересуются все больше различными хвойными, которые можно сажать в условиях пятой, четвертой зоны. У вас представлен как раз очень большой ассортимент. Надеюсь, что сегодня вы нам покажете всех ваших обитателей, вашего сада зеленых. Да, спасибо. Все проверено на личном опыте, годами, испытано, а потом только берется уже в ассортимент. Очень люблю корейские пихты. Вот у меня здесь представлены карлики. Это пихта корейская компакт 2. Вот такая вот шикарная подушка разрослась. Это пихта корейская Таня. Голубая. Конечно, летом у нее более такой голубой насыщенный цвет. И даже в прошлом году она вот запустила нам три шишки. Вот это прошлогодние такие шишки. Ярослав, сколько лет она у тебя уже живет в саду? Слушай, ну ты знаешь, она у меня живет лет 6 точно. И была она вот такая вот малюсенькая, совершенно сантиметров 30. То есть, в принципе, видно, да, вот приросты у нее довольно-таки такие примечения. То есть, еще года через три она уже замкнется с той. Она, да, замкнется, да. Она в прошлом году у меня очень пострадала от разломов снега, потому что, помнишь, в прошлом году зима такая была снежная. Да, да, да. Вот мы ее тут связали, и она все срослась на наше счастье. Дорогие подписчики, что такое карликовые хвойные? Когда они живут в саду, у вас уже больше, чем 2-3 года. Да, да. Самая моя гордость – это сосна вейматого радиата. Которую мы, в принципе, не советуем вам сажать. Да, все их так ругают, говорят, что они болеют. Ну вот, фут-фут-фут. Ну я как бы горжусь, да, могу встать рядом с ней. Очень красиво, да. Но что я хочу сказать. Нужно всегда смотреть на микроклимат участка. В данном случае вы видите, что участок находится на открытом пространстве. Он хорошо продуваем, да. Финский залив рядом. Финский залив рядом. То есть климат тут, можно сказать, морской. Даже, в общем, как бы так. Да, да. Поэтому рододендроны хорошо очень растут. Да, поэтому никакая зараза, особенно в этом саду, не садится. Так как он продуваемый и проветриваемый. Большой плюс, что заболевания здесь редки. Да, это спасение, да, да. Поэтому в этом саду можно было экспериментировать с сосной веем этого, и особенно с сосной веем этого и в сортах. Если у вас участок камерный находится... Ну, изолированный. Да, в изолированном каком-то закрытом пространстве, тогда, конечно, вам такие эксперименты даже лучше не начинать проводить, а какие-то использовать другие виды, те же самые сорта сосны горной. Да, вот это вот тогда уже ваш вариант. Ну, пойдем дальше посмотрим. Я сейчас оставлю микрофон у Ярославны, чтобы она могла с Викторией Сангиной прогуляться по саду, и чтобы они побеседовали и рассказали по поводу всех растений, которые здесь есть. А я пока оставлю их вдвоем. Давай. Так, вот я смотрю, тут совершенно шикарный экземпляр... Мугус. Мугус, да. Это же один экземпляр? Один. Да-да-да. Это вот одна красавица. Господа, вот вы понимаете, да? Не стриженная. Не стриженная, да. То есть если вы покупаете сосну горную, которая мугус, то если вы не будете стричь и посадить ее в хорошем месте с одной стороны и правильно, то вы получите через лет 10 вот такой экземпляр. То есть она занимает где-то порядка... Ну, метра три. Больше даже. Больше трех метров в длину. То есть общая площадь покрытия здесь, я думаю, что это, наверное, со среднестатистическую кухню. Примерно так. То есть это метров 8-10 квадратных. А вот это вот, скорее всего, что это сосна, ель колючая. Это пицца пунгенс, да. Просто обычная. Просто обычная. Да. Ну вот смотрите, ей тоже получается лет, наверное, 12. Ей лет... Ей больше. Больше? Ей лет, наверное, уже 12-14. 12-14, да. Вы понимаете, да, что будет еще лет через 10? Тоже все сомкнулось, конечно. Да. То есть либо мы не покупаем такие сорта и виды, которые в конечном итоге нам выдадут 15-20 метров высоты, да. Либо мы ищем какие-то местечки, чтобы посадить, и они нас радовали уже там десятилетиями. На самом деле любой декоративный сад, он должен в определенные этапы реконструироваться. Да, да. То есть для цветников это где-то 2-3 года. Да, все пересадки, все деления. Да. Для миксбордеров 5-7 лет. И для каких-то крупных композиций, как вот у тебя, это где-то 10-12 лет, и нужна реконструкция. Соответственно, либо мы сразу сажаем совершенно правильно, получаем очень много пустого пространства, которые либо почвопокровными можно закрывать, либо какие-то разбивать цветники тематические, да, в данном случае тут, что под хвойными могло быть. Но у меня вот только же хвойные, опять же, можжевельники. Да. Которые тоже уже разрослись. Да. Я на твоем месте посадила бы сюда ту же самую голубику, которая там растет в тени, и очень хреново там. Ну там зато она у меня с рододендрами. Там у меня вереска высадка. Понятно. Ну так здесь ты могла бы, кстати, тут солнечное местечко, ты могла бы сюда бы те же самые верески посадить, те же самые голубики посадить. И было бы совершенно прекрасно. Да, и был бы такой ярус, да? Да, да. Ярусность была бы. Понятно, что я уже не флоксы сюда сажать. Да, ну естественно. Так, пойдем посмотрим дальше. Ну здесь опять мои любимые пихты корейские, бедные вообще забитые казацким можжевельником. Это Силвер Стар. Ага. Вообще, конечно, красавица. То есть, в принципе, заявленная высота, она где-то до полутора метров, метр двадцать, полтора. Ну это тоже карлик. Это карлик, да, это считается карлик. Но у него вот эти замкнутые закрученные иголки, конечно, да, красота просто. Да. И вот это все шишки уже, вот это все будут шишки. А, балбеть. Уже вот этой весной, да. Да, вижу, вижу, вижу. А вот здесь вот вообще хуже еще покажу. Так, давай. Это пихта корейская, панкейк, бедная у меня. Вот здесь она уже как-то ползет, вообще тянется к свету. Очень многие хвойные растут весь вегетативный сезон. Можжевельники, туи, кипарисовки – это те, которые растут начиная с апреля и по октябрь. Понятно, что интенсивность роста в разные месяцы разная. Да, максимальный рост идет со второй половины мая по первую половину августа. Но даже если вы в августе пострижете тую и подойдете к ней в середине или в конце сентября, вы увидите, что за это время произошел некий рост. Вот смотрите, Скайрокет. Можжевельник Скайрокет. Просто колонна. Всегда предупреждаю покупателей о масштабах будущего бедствия. Да. Особенно Скайрокет. Посмотри, какой в диаметре, да? Ну, опять-таки, ему так хорошо здесь, потому что микроклимат участка не дает развиваться никаким болячкам. И чувствует он себя здесь вполне прекрасно. Посмотрите, какую сногсшибательную совершенно крону он развеет. Форма хорошая. У нас даже пару лет назад на нем сороки-паразитки сделали гнездо с вилле. А в прошлом году они пытались вот на этой еле голубой. Но как бы мы все-таки выпихнули вообще все их вот эти начинания. А здесь они слили, да мы просто пропустили, пока мы на работе растут уже. Это моя любимая абиэсконкалур. Пихта одноцветная. Тоже многие говорят, что она у нас не зимует, что она подгорает. Не знаю. Таких проблем не знаю. Растет у меня уже лет 7. Посажены в качестве новогоднего дерева, потому что она мягкая, то есть иглы не колючие, поэтому ее наряжать очень удобно. Дает хорошие приросты. Форма совершенно такая свободная, потому что я не люблю правильную форму. Я вижу, что не теряет верхушку. Да, не теряет верхушку. Причем растет у меня с северной стороны Вика, да, как бы вот там Финский залив. То есть растет она с северной стороны. У нее солнце только с утра. И где-то вот уже с половины четвертого вечера оно начинает как бы здесь быть. Так это самый хороший вариант для таких вот снежинок. Ну, ты знаешь, да, да. Совершенно беспроблемная. Еще раз говорю, что как бы я и себе посадила, и всем рекомендую ее сажать именно как новогоднее дерево. Но красивая же. Очень красивая. Иглы длинные, такие саблевидные. Я бы сказала, что самая длинная хвоя у нее из всех пихт, которые у нас. Ты знаешь, да, да, да. Но с ней никогда не было проблем ни с подмерзанием, ни с обгоранием, ни с болячками. То есть вообще просто никаких проблем. А вот теперь давайте посмотрим на тоже очень маленький очаровательный голубой карлик. Ель колючая глаука глобоза, который продается в таких вот небольших горшочках. Ну, бывает и больших, но там уже ценник совсем такой хороший. Вот. Обычно покупают вот такой маленькой плюшечкой. Вот посмотрите на эту девушку. Во что превращается? Во что она превращается? Можно с той стороны обойти. Пошли обойдем. Она там тоже такая красотка. Да, тут видно прекрасно, какая длина побегов. Да, вон такие приросты. Центральный проводник, который формируется, ну, начиная где-то с пятого года в саду, формируется, начинает формироваться центральный проводник. Здесь их сформировалось два. Вот одна верхушка, а вот вторая верхушка. У нас она была изначально, я ее как бы и сажала в сад, именно ее, с двумя верхушками. И сейчас она такая стала немножко корявая, но изначально вот эти две верхушки, а здесь была такая юбка. Да, и у нас все друзья ее называли диван. То есть это просто как в верхушке, как спинка дивана, и здесь как там сидение, да. Сейчас она уже так разрослась, подросла, не такая. Просто я люблю такие вещи неординарные. То есть по мне, чем кривее, как бы, тем лучше. А, кстати. Аморика пендула, ельсерская пендула. Вот с такими вот рожками. Ага. Моя любимица. Ну, я говорю, по мне, чем кривее, тем краше. Ты еще хотела рассказать кедровый сланик глоб. Сортовой. Да, сортовой, сорт глоб. То есть такая как бы форма будет шаровидная. Иглы изумительные, вообще длиннющие, двухцветные. Ну, тоже стоит дуга от собаки, чтобы она просто не снесла, пробегая мимо. Ну, я видела, как твоя собака просто, особенно летом, когда ей жарко, она просто валяется у тебя. Да, где хочет, да. Да, где хочет. Это тоже фихта корейская, только голубая. Смотри, вот она такая, очень короткие, маленькие приросты. Зато какое изобилие шишек. Да, да, да. То есть просто вся вообще в шишках, но приросты очень малюсинки. Андрей уже подходил тут с этими шишками, восхищался, да. Да, шишки всех приводит в восторг. Да. Вот филиформист. Ага. Но она у тебя еще тоже не очень большая. Она маленькая, да. Она малюсенькая, но я видела в той же Польше экземпляры, которые там вообще уже больше трех метров. Да просто фонтаны, вот просто струящийся фонтан. Ну, я максимально что сажала, это, по-моему, было метра два. Ну, вот полтора, мы привозили полтора, как бы больше не было. А сейчас, кстати, что-то ей вообще никто не предлагает. Слушай, ну, она, да, она во-первых... Ну, она такая специфическая, говорят, она специфическая, не очень, как бы, так пользуется спросом. Да. Это на любителя. Так, ну, пойдем дальше, да? Это, кстати, вот скальник этот самый, мунглоу. А, слушай, какой он у тебя разряженный. А у меня он какой-то очень плотный по сравнению с твоим. Мне твой даже больше нравится. Вот видишь, вот такой. Твой более природный вид. Да. Это тоже можжевельник скальный. Свет, да, цвет можжевельник скальный. Да, это сорт, который мало распространен, довольно редко встречается в продаже. Видите, да, что хвоя такая более... Голубая. ...стального такого оттенка, меньше зеленых изумрудных ноток в нем. И он считается чуть менее устойчивым, чем стандартные вот эти вот наши известные. Да, которые Скайрокет, Блюэроу, да. Скайрокет и Блюэроу, да. Но вот у Ярославны тоже он чувствует себя превосходно. Он сразу растет у нее в три ствола, он там четвертый. Да, я все время выбираю такой, да, чтобы было побольше. Красавец. Пойдем. Пойдем. Это ель канадская Сандерс Блю. Ага, слушай, она у меня просто более... А ты знаешь, потому что солнце ушло, она голубая, да, да. Все. И вот этот такой голубой налет, он как раз не дает ей подгорать. То есть совершенно беспроблемная. Сейчас уже солнышко вот ушло, да, сосна нам перекрывает. Это моя любимица. Сервирок? Нет, это Кохо Цайз Брейкер. Ох ты. Да, была такая плюшечка, вот такая и вот такая. Ага. И она запустила две макушки, причем давно. И я так уже как бы читала, что это такое свойство сорта оказывается. Слушай, ну ты видишь приросты прошлогодние какие-то уже? Да, да, смотри, да. То есть она разгоняется. Который Ярославна посадила ковром, и посмотреть, это вот действительно просто как ковер. Блю-чип. Блю-чип. Смотрится просто потрясающе. Да, блю-чип. То есть тут сейчас весь уход, это просто берешь и проходишь вот эту кромку, подрезаешь вдоль кромки газона, и все. И больше ничего делать не нужно. Делать не нужно. Да, да. Выглядит чудесно. Это псевдоцуга Лаука Пендуа. А, да. То есть это не маленькая девушка. Это будет большая, да, девушка. Ага. Ну, меня, конечно, просто поразила ее окраска. То, что она голубая, и то, что она будет пендула. Ага. А я очень люблю все пендулы. Поэтому я ее посадила в свой стад. Живельник, чешуйчатый, хольгер. Как я могла забыть. Так. Ладно. Так, давайте нам расскажем. То есть он синий-зеленый, а молодые приросты лимонного цвета. Знаешь, как это вообще красиво на контрасте. Понятно. Ой, глаза слезятся не могу. Но вы не забудьте, мы все время с вами говорим о саде коллекционера. Да. То есть вот так делать нельзя. Вот здесь вот голубенькое, а вот здесь вот зелененькое с желтыми приростами. Это не наш путь. Это не наш путь, конечно. Сказала слава и купила еще 10 таких. Это же для себя. Это же для себя. Мы все экспериментируем, проверяем. Девушки, я вынужден прерывать вашу замечательную прогулку по саду, потому что можно передвигаться к нему вечно. Огромная коллекция растений. Любоваться каждым можно бесконечно. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно. Я надеюсь, что мы к Ярославне вернемся еще и посмотрим все это в период цветения. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»